Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. 11-й Северокавказский молодежный форум «Машук» пройдет впервые в режиме онлайн. Регистрация для участия в форуме доступна до 20 июля. В чем причина заражения коронавирусной инфекцией стольких людей, как обезопасить себя и близких, об этом расскажет доктор медицинских наук Борис Дауров. Настала пара клещейн. Как нужно одеваться на природу, как обезопасить себя и защитить свое здоровье. 11-й Северокавказский молодежный форум «Машук» пройдет с 10 по 26 августа впервые в режиме онлайн. Об этом было объявлено на презентацию нового формата молодежного форума, прошедший в Северокавказском пресс-центре ВГТРК. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в автоматическую информационную систему молодежи России. Регистрация для участия в форуме доступна до 20 июля. Онлайн-форум дает уникальные возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новые информационные компетенции для участия и способствуют созданию и развитию круглогодичной цифровой платформы взаимодействия молодежи СКФО. Органы внутренних дел по Карачаево-Черкесии на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции на всей территории Карачаева-Черкесии, в том числе и в курортной зоне. Сотрудниками полиции организовано взаимодействие с владельцами и персоналом гостиниц, гостевых домов, частных домовладений. Рестораны, кафе, канатные дороги, туристические маршруты и иные места отдыха также закрыты для посещений. МВД по Карачаево-Черкесии призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости. Отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. Соблюдать режим самоизоляции призывает и наш земляк, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова, пульмонолог Борис Идрисович Дауров. В его обращении к жителям Карачаева-Черкесии говорится о причинах быстрого распространения вируса именно в нашей республике. Уважаемые телезрители, дорогие земляки, я врач с 50-летним стажем, из них 40 лет проработал в Москве, занимаясь заболеваниями органов дыхания. Мне понятно и близка проблема коронавирусной инфекции. Судя по статистике, в республике сейчас пик заболеваемости. Наши врачи, все медики, технический персонал, мобилизованные на борьбу с ковидом, проводят героические усилия по спасению от жестокой и коварной болезни. Честь и хвала им. Как можем мы облегчить их работу и самим уберечь себя? В нашей республике две трети населения исповедуют ислам. Одна треть православия. Обращаюсь к ним на пну, что сегодня всплеск заболеваемости связан во многом с массовыми контактами людей. И многие не знают о своей инфицированности. Опыт Дагестана, да и нашей республики показывает, что во многом контакты связаны и рост заболеваемости связан с нашими обычаями и традициями. В связи с этим прошло ограничить по возможности исключительно этот период коллективные общения, в частности, в дни рождения, крестины, свадьбы, на долю обрядов похорон и поминок падает около 75-80% инфицирования коронавирусом населения. Особенности нашего менталитета в выражении соболезнований в первые три дня приводят к массовому скоплению людей без масок, без перчаток, рукопожатие, объятие, затяжной ритуал, обпевание и так далее приводят к распространению вируса. Поминки тоже собирают большое число людей. Обращаясь к нашим имамам, священнослужителям, вы проводите большую благородную работу, приходя разделить горе семьи. Вам прислушиваются люди. Пожалуйста, покажите пример и словом, и делом. Ограничьте в это сложное время обряды. Ведь Всевышний призывает нас не умереть ради религии, а призывает жить во имя и для религии. И еще, что я заметил в последнее время? Какое-то средневековое невежество. Но люди стараются скрыть свою болезнь, свой контакт и обращаются за помощью, когда уже запустили процесс. Мы должны доверять медицине. Наши врачи, медицинские сестры, санитарки, водители, работники диагностических служб, компьютерной томографии, лаборатории проводят героическую работу по выявлению и лечению больных. Давайте хоть как-то облегчим их труд от нашей дисциплины, собранности. Соблюдение всех требований карантина сейчас как никогда зависит здоровье и будущее всех жителей республики. Для того, чтобы эпидемия наконец-то пошла на спад, нам необходимо максимально строго соблюдать меры предосторожности в быту, на работе. В заключении хочу пожелать вам здоровья и благополучия на долгие лета. Обязательно, рано или поздно, мы закончим с этим коварной болезнью. И нам хочется выйти с минимальными потерями. Все семьи с детьми, которым полагаются выплаты, получат средства в полном объеме. Об этом сообщила заместитель управляющего пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбева. Напоминаем, в соответствии с указом президента России, семьи с детьми от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В распоряжении семьи есть достаточно времени для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября. При наличии у семьи соответствующего права. В отделение пенсионного фонда по республике поступают обращения граждан, которые получили отказ или не поступили средства единовременной выплаты. Либо средства поступили не на всех детей. Основной причиной отказа является наличие грубых ошибок, допущенных при заполнении заявления. Например, неверно указано имя ребенка, дата рождения, из чего невозможно идентифицировать его в государственном реестре записей, актов гражданского состояния и установить родство с родителем. Также указаны банковские реквизиты не заявителя, а другого человека. Семьям, которым выплатой отказано по причине некорректного заполнения заявлений, необходимо будет подать заявление повторно. Повторное заявление следует подавать только после получения уведомления об отказе. Срок рассмотрения заявления, принятия решений, 5 рабочих дней, перечисления средств в течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения. Раньше этого срока волноваться не нужно. Если же прошло большее количество дней, а деньги не поступили, скорее всего, это связано с ошибкой в реквизитах. В настоящее время на территории республики наблюдается период высокой активности клещей. Уже к началу лета медучреждения республики обратилось 142 человека по поводу укусов этих насекомых. Данная статистика не превышает средние значения. Лучше заранее обеспечить себя от возможных инфекционных заболеваний, говорят в Роспотребнадзоре. Подробности у Али Баташева. В Черкесск 69 и в Жигутинский район 14 и Малокарачаевский 13. Это наиболее распространённые случаи укуса эксоидными клещами жителей республики в этом году. Самодейственная мера борьбы с вредными насекомыми, опрыскивание парков и других территорий. Но это ещё не всё, говорят в Роспотребнадзоре. Важно предупреждать население об опасности заражения инфекционными заболеваниями. Следует отметить, что помимо Крымкунга геморрагической лихорадки, которая является особо опасным заболеванием, на территории нашей республики клещи могут быть источником других инфекционных заболеваний, таких как толеремия, лаймборелиоз. Эти заболевания не смертельны для человека, но, допустим, лаймборелиоз приводит к инвалидизации. Причём люди с самого начала затрудняются в постановке диагноза. В этом году на территории республики укусом клещи подверглись 142 человека. В прошлом было зарегистрировано 248 таких случаев. Если клещ всё же присосался к вашей коже, следует сразу же обратиться за медицинской помощью. Прежде всего при удалении этого присосавшегося насекомого, чтобы правильно обработать рану, удалить насекомое. И дальше обязательно нужно консультироваться с инфекционистом. Две недели после этого происшествия необходимо внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья. Самым надёжным и самым безопасным способом профилактики укусов клещей является правильная одежда. Прежде всего это светлые тона одежды, чтобы можно было заметить на одежде ползущего насекомого и вовремя его удалить. Эта одежда должна быть обязательно длинной рукава, длинные штанины, которые заправляются должны в носки, чтобы исключить подползание насекомого под одежду, Отправляясь на природу или в парк, находясь на дачных и приусадебных участках, можно использовать репелленты – химические вещества, отпугивающие насекомых. К природным растениям, выполняющим эту функцию, относятся лаванда, кошачья мята, далматинская ромашка и другие. Али Батаршев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошёл к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!